Девушки отдыхают 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 и снеся перед этим ограждение. Лена Зинатулина с подробностями. Следы торможения, свежая сварка на ограждении трансформаторной подстанции и разбросанные на десятки метров части автомобилей. Их сейчас убирают дорожные рабочие. Около 10 часов вечера на этом участке дороги произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2113, это мужчина 1999 года рождения, не соблюдая безопасный скоростной режим, а также дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Киа Рио под управлением мужчин 1999 года рождения. После чего автомобиль Киа Рио выбросил на полосу встречного движения, где также произошло столкновение с автомобилем Мерседес Бенц. 19-летнему водителю 13-й сильно повезло. От удара его автомобиль чуть не протаранил трансформаторную подстанцию, сдержало ограждение. С различными травмами он и еще два участника ДТП были срочно доставлены в больницу. Там выяснилось, что 21-летний пассажирке Киа Рио требуется госпитализация. Была оказана помощь, проведенная диагностика. Двоих отпустили домой, одна была госпитализирована, пострадавшая. Состояние их стабильное, они находятся в отделении. Скорее всего, страховых выплат не хватит для покрытия всего ущерба. Киа, вероятно, восстанавливать не имеет смысла. И выплачивать разницу водителю ЛАДы, если его окончательно признают виновным, придется самому. Лена Зинатольевна, Сергей Толматский, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев. Вызов 112. Хотели быстро разбогатеть, но это оказалось не так легко, как они предполагали. Полицейские задержали двух молодых людей, которые подозреваются в попытках взлома шести банкоматов. Они вскрывали защитный кожух, но до денег злоумышленники добраться так ни разу и не смогли. Впрочем, это не отменяет уголовного преследования. На допросе задержанные вину признали и рассказали, почему у них не вышло задуманное. Об этом Сергей Хайдаров. Они пытались украсть деньги из шести банкоматов. Первую попытку совершили ночью 20 марта. Подозреваемые сознались. Тогда вскрыли банкомат в одном из зданий на улице Шуртыгина в Казани. Спустя шесть дней то же самое повторили в поселке Васильево. А в ночь на 29 марта им приглянулся банкомат в селе Верхний Услон. Еще в течение недели подозреваемые трижды пытались похитить содержимое банковских терминалов в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Во всех случаях слуумышленники выбирали наружные банкоматы, расположенные, как правило, на улицах с небольшой проходимостью. Нападения происходили ночью. Вскрыв защитный кожух терминала, подозреваемые добирались до его электроники, справиться с которой не могли. Полицейские установили, что ко всем преступлениям причастны двое татарстанцев. Один живет в селе Пестрецы, второй в селе Чистопольские выселки. Обоим по 24 года. В Чистопольском районе обоих и задержали. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты самодельные приспособления, при помощи которых они вскрывали банкоматы, а также электронные устройства для подключения к терминалу. Помимо этого полицейские изъяли флеш-накопители со специальными программами и радиостанции. Свою вину задержанные полностью признали. Говорят, хотели быстро разбогатеть, не прилагая к этому особых усилий. Но не вышло. В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на кражу». Окончание следствия подозреваемые будут дожидаться под стражей. Сергей Хайдаров, Вызов 112. Вместо билета Банка России, билет Банка Приколов. Отличить фальшивые деньги от настоящих, особенно пожилым людям, на первый взгляд, достаточно проблематично. Этим и пользуются мошенники. Обман с подменой купюр они используют повсеместно, а потому жертвой обмана может стать кто угодно. Как защититься от подобной аферы, знает Рамиль Шайдулин. Подумала, раз она знакомый человек, я вроде бы решила взять. 77-летняя пенсионерка в одночасье лишилась всего, что у нее было без малого двух сотен тысяч рублей. Теперь жалеет, что вообще открыла дверь девушке, представившейся племянницей ее подруги. Гостья сказала, что сама из Башкирии и предложила купить мед. Отказать, говорит пенсионерка, было как-то неудобно. Первые несколько пятитысячных купюр на мелкие девушка сначала предложила поменять, и бабушка согласилась крупные деньги и считать удобнее. Потом, увидев, где лежат накопления, подменила все, что было. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что аферистка подменила все купюры потерпевшей на так называемые билеты банка приколов. Таким образом, общий ущерб составил более 193 тысяч рублей. Чаще всего схема мошенников рассчитана на размен денег у пожилых людей. Те зачастую, не замечая подвоха, в итоге остаются у разбитого корыта. Но от такого способа страдают не только пенсионеры. На удочку мошенников могут попасться как кассиры, так и просто доверчивые горожане. Риск существует не только при размене денег, но и при покупке или продаже товара у незнакомца. Сейчас у нас много магазинов, где практически в каждом магазине установлены детекторы по проверке денежных грешей. Я думаю, если вы попросите, вам ни один кассир не откажет в помощи. Но если вы сомневаетесь, лучше вообще не менять никакие денежные средства. Полицейские советуют, если возникла необходимость, что-то продать или купить. Пожилым людям использовать либо банковские счета, либо позвать человека, которому они полностью доверяют. А детям и внукам почаще своим близким напоминать об опасности. Рамин Шайдулин, Айрат Назипов, Амир Залюшев, Вызов 112. Сотрудники Управления экономической безопасности задержали 59-летнего руководителя организации, занимавшейся незаконным производством медицинских изделий. Все необходимое для ежедневной работы стоматологических клиник на этом предприятии изготавливалось без лицензии. При этом проблем со сбытом, судя по всему, организация не испытывала. Айрат Назипов увидел процесс незаконного производства. Сотрудница того самого нелегального предприятия знакомит полицейских с производством, которое расположено в одном из поселков вблизи Казани. Рассказывает, что и как работает и где производится. Помещение совсем небольшое, но есть все необходимое для производства стоматологических инструментов. Организация существует уже на протяжении трех лет. Производство, как установили сотрудники Управления экономической безопасности, незаконное. Лицензии на производство медицинских изделий у фирмы не было. Несмотря на это, готовая продукция медицинских комплектующих для стоматологических клиник и кабинетов пользовалась спросом. За период своего существования организация реализовала их на сумму более трех миллионов рублей. По результатам проведенных мероприятий сотрудниками полиции были изъяты стоматологические медицинские изделия. На основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство лекарственных средств медицинских изделий». Если вина мужчины будет доказана, ему угрозят лишение свободы сроком до восьми лет. Айрат Назипов написал Минязова. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.